Разгром Джокера 2, анонсы от DC и Человек-паук Нуар. Привет, бои и скейлты, с вами Кьюбайт, это свежие новости, будем обсуждать, что там интересного произошло в гековском мире за последнюю неделю. Готовьте себе покушать, приятного аппетита, занимайтесь своими делами, ну в общем, вы и так знаете, как смотреть новости, не забывайте поддерживать лайком, чтобы новости выходили вообще. Джокер 2. Безумие на двоих. Поговорим про этот фильм. Появились оценки, как от критиков, так и от зрителей, премьера фильма состоялась, то есть вот именно, что премьера мировая, сейчас запускают потихоньку в кинотеатрах в США, постепенно будет фильм добираться по всему миру, и вот здесь-то произошло не совсем ожидаемое, хотя предсказуемое на основе ранних отзывов. Я напомню, что фильм получил, по-моему, 50%, но мы тогда обсуждали, что и первый фильм получил 50% от критиков на томатах, и я говорил, что ну как бы это еще не показатель. Сейчас ситуация немножко другая, она уже куда-то развивается. Теперь от критиков процент упал там ниже 40, и от зрителей процент тоже низкий, тоже ниже 40, там 39, ну короче, около 40 держится. То есть 4 балла из 10 поставили зрители этому фильму, и это, конечно, очень мало, потому что в сравнении с первым фильмом там совершенно другая оценка. Вот зрители уже посмотрели, такие, да, нам нравится. Критики, они могут и супер-классные, даже какие-то культовые проекты стоптать с грязь, ну такое тоже бывает. И это, конечно, напрямую влияет на сборы, потому что сейчас предрекают, ну изначально предрекали там хорошие, прям крепкие сборы, хоть и у этого фильма бюджет больше в 4 раза. То есть если у первого фильма Джокера был 50 миллионов бюджет, совсем небольшой такой вот, знаете, как экспериментальный фильм, и он собрал там больше миллиарда, это сверхуспех. Теперь же второй фильм стоит уже 200 миллионов, и это, конечно, не сравнится никак. И теперь говорят, что фильм может стартануть типа как Черный Адам или Флэш, которые оказались провальны для DC, ну для прошлой киновселенной. Поговаривают, что люди недовольны вялым темпом фильма, что люди уходят из кинотеатров, что люди просто всячески отправляют письма ненависти Тодду Филлипсу за то, что он сделал со второй частью. Ну то есть, по крайней мере сейчас, вот из-за этой всей шумихи поднимается тема, что не удалось сделать хороший сиквел. Да, он красивый, и мне кажется, с этим глупо было бы спорить, даже по трейлерам видно, что визуальный фильм, ну, очень хорош. То есть, он снят прям, глаз не оторвать. А вот что там по сюжету пока еще непонятно. Были разные сливы, лично я их не читал, чтобы себе впечатление не портить. И, конечно, вот такая ситуация вокруг Джокера, она подогревает интерес к фильму. Хочется, ну, посмотреть, так ли это плохо, или наоборот все хорошо, то есть непонятно, что это происходит. Но сейчас ситуация печальная именно по сборам. Но у Хакина Феникса, и в особенности у Леди Гаги, есть огромное количество фанатов по всему миру, которые могут пойти на фильм, чтобы посмотреть, ну, ради них. И это может еще сработать, и фильм там окупится. Но я думаю, что тот же миллиард он уже не соберет, ну, потому что сарафанное радио будет далеко не такое. Люди будут говорить, нет, сиквел хуже оригинала, можно не идти, можно дома дождаться, и тогда в кинотеатры никто не пойдет. Ну, короче, посмотрим. Я сам еще не смотрел. Когда посмотрю, дам знать. Но пока новости вот такие по Джокеру печальны. Гарри Поттеры. Я напомню, что это будет сериал от HBO. Они максимально вкладываются в этот проект и хотят представить нечто очень масштабное такое, глобальное, типа как они работали над Игрой Престолов, потому что, ну, Гарри Поттер это вот та основа, которая этого заслуживает. Конечно, у фанатов саги по Гарри Поттеру есть очень много предубеждений, и это понятно, потому что есть уже культовая франшиза, и сейчас ее, ну, переплюнуть эту планку будет невероятно сложно, и там будет либо норм, либо плохо. Ну, по мнению фанатов, ну, то есть я примерно к этому же лагерю отношусь, потому что переплюнуть именно фильмы, которые были сняты тогда, вот ту атмосферу передать уже практически не получится, и нужно как-то иначе подходить. И вот появился как бы неподтвержденный такой по слухам каст фильма, есть даже типа логотип, он выглядит вот так, но это как бы еще сто раз может измениться, это все-таки слухи. Но каст довольно интересный. Питер Капальди может сыграть Альбуса Дамблдора. Лесли Минвилл может сыграть Минерву МакГонагал. Кристиан Нерн, который засветился в Игре Престолов, может сыграть Рубиуса Хагрита. Ангус Имри, который играл в Короне, может сыграть профессора Квирла. А Эдвард Блюмель, который в половом воспитании засветился профессора Снега. Вот из всех мне интересен, наверное, только Питер Капальди, потому что он очень харизматичный актер. По возрасту он ему, ну как бы если там его еще гримом добавить, то он может сыграть очень другого интересного Дамблдора. Ну то есть прям его каст мне действительно хотелось бы глянуть, что из этого может получиться. Пишите в комментариях, я не особо прям фанат. То есть я смотрел Гарри Поттера, но я не знаю, вот как-то не улеглась эта франшиза так, чтобы я, знаете, пересматривал ее каждый год. Там все детали знал, вот такого у меня нет. Поэтому мне сложно оценивать каст. Пишите, если вы там фанат, фанатка, пишите в комментариях, что вы думаете. Можете там поспорить между другими. Но в рамках приличия. Это все Агата. Оказывается, по версии статьи The Hollywood Reporter, это самый дешевый сериал у Marvel Studios вообще. То есть был сериал Эхо, который стоил меньше 40 миллионов долларов. Ну и там в целом по сериалу было видно. Он был урезан, там из шести эпизодов сделали пять эпизодов. В целом там как бы нет каких-то масштабных декораций. Есть актеры, они все не очень-то дорогие. Ну там, наверное, Винсент Д'Онофрио, какой более-менее известный. Остальные вряд ли получили большие суммы. Ну в общем, там и каст такой бюджетный, и декораций не так уж и много. Короче, понятно, почему там Агата оказалась еще дешевле. И на самом деле это крутая новость для понимания того, как строятся проекты Marvel. Потому что они сейчас реально начали работать над бюджетными. Потому что у них была большая проблема, что они типа начали заявлять свои проекты как супер киношного уровня. Хотя, ну иногда это действительно там по Локи, по Лунному Рыцарю. Да даже, наверное, по Соколу и Зимнему Солдату там в некоторой степени, в некоторых кадрах можно было сказать, что да, это круто. Ну там, Ванда Вижн даже очень красивая. И проекты были, ну видно было, что деньги вложены, хотя не как будто все вот эти 200 миллионов. И вот теперь они сильно укорачивают бюджеты. И Агата стоит уже меньше 40. И дальше как раз продюсер сказал, Виндербаум этот сказал, что они будут пытаться делать нечто похожее. Возможно, даже еще дешевле. То есть пытаться максимально, не знаю как, рационально тратить деньги. И как-то процесс наладить так, чтобы можно было, не тратя огромное количество денег, делать примерно того же качества сериала. Хотя, ну у Агаты справедливости ради видно, что бюджет не очень-то большой. Ну то есть с Локи он вообще не сравним. Там видно, что декорации прям такие. Там некоторые повторяются из Ванда Вижн. Некоторые, да, построены с нуля, но они не прям блещут чем-то невероятно. Вот в плане какой-то театральности это прям сильно видно. Ну там монстры какие-то, появления. Видно, что там визуала не очень много, именно визуальные графики. Короче, видно, что они, ну не сильно-то тратились на этот сериал. Хотя это, ну для него это как будто нормально. Было бы глупо, если бы они потратили на сериал про Агату. Там 200 миллионов долларов, типа как на Локи. Это, ну, тогда можно было бы покрутить у виска. А еще любопытная новость, такой аргумент. Это что у Агаты якобы самый высокий процент досмотра. Ну то есть они удерживают аудиторию. То есть люди, которые начали смотреть с первой серии, они продолжают смотреть. Вот о чем я и говорил. Было бы интересно посмотреть эти просмотры по сериям. Но этой информации нет. Есть только слова продюсера, который говорит. Это, типа, рекорд для киновселенной Марвел. Не знаю, сложно как бы сравнивать там с тем же Локи или Ванда Вижн. Или другими проектами, там, Лунный Рыцарь. Ну вот говорят, что Агата именно в плане... Наверное, потому что и аудитория небольшая. Хотя как это работает? Типа из-за того, что аудитория небольшая. И якобы рекламная компания сработала так, что четко попала в аудиторию. Поэтому она и держится до конца. Но только в таком случае. Но Агата не сказать, что была именно вот такая компания. Она старалась все равно максимум охватить. Ну, короче, посмотрим, что и как. Но сериал, вот четвертая серия мне понравилась куда больше. Хотя на канале ролики уже не будут выходить. Потому что и Пингвин, и Агата, они прям статистику убили максимально. Потому что эти ролики смотрят люди, которые... Массам сериал не интересен. А только те, кому они интересны, в общем-то. Но четвертая серия неплохая. Ждем Мефисто. Коротенькая новость по сериалу Вижн. Или как он будет называться? Вижн Квест. Короче, про белого Вижна, который когда-то улетел еще в Ванда Вижн. И вот про него делают спин-офф. В Ванда Вижн, как вы видите, спин-офф разрастается. И это еще не все. Мы сегодня об этом поговорим, но чуть позже. Так вот, продюсер Брэд Виндербаум, который везде все заявляет, что касается Marvel Television. Потому что он занимается именно этим отделом. Он сказал, что сериал про Вижну будет еще как будто дешевле. То есть они будут стараться его сделать одним из самых низкобюджетных у Marvel. И в целом они сейчас, вот о чем я и говорил, стараются такой подход привнести во все проекты. И проекты 26-27 года, они будут примерно этой же стратегии придерживаться. Включая, он упомянул, сорви голову, рожденный заново. Мне кажется, там бюджет, конечно, куда больше, чем у Эхо, Агаты и так далее. Ну, хотя бы по актерам. Судя по локациям, это в Нью-Йорке снимали. Но, видимо, они имеют в виду, что не сильно будут тратиться на какие-то визуальные эффекты. На, типа, зеленых тетенек, как в Женщине Халк. Вот, наверное, про это речь. Внезапная новость. Бэйн и Девстроук получат собственный фильм в киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Это уже можно сказать официально, потому что заходил вот репортер, дедлайн, это не какой-то инсайдер сказал. Это очень неожиданный проект. Это два злодея Бэтмена. Ну, не только Бэтмена в вселенной DC, но в частности они в большей степени с Бэтменом сталкиваются. И они будут вместе, непонятно в каком ключе, ну, то есть они будут между друг другом сражаться. Либо они будут как в тимапе против кого-то еще. Какая-то у них миссия будет вообще непонятно о чем. То есть никакого, никаких деталей еще нет, потому что еще нет сценария этого фильма. Есть только Мэтью Ортон. Это сценарист, который напишет фильм. И он известен потому, что он работал над Капитаном Америка Дивный Новый Мир. Это который вот еще не вышел от Марвел, который, ну, мы о нем сегодня поговорим. В какой-то супер производственный ад попал. И там много раз его переснимали. И, судя по всему, получится не очень. Ну, короче, ну, о сценаристе это пока ничего не говорит. Вряд ли бы его выбрали вот просто так. Наверное, есть какая-то идея. Может быть, он какой-то черновик или маленький сценарий написал. Типа свою идею показал. Такой, вот давайте вот это сделаем. Потому что, ну, идея как бы вообще не лежит на поверхности. Это не сериал про просто Девстроука. Или там фильм про Девстроука. А это вот именно, типа, почему-то тимап. Бэйн, я напомню, это вот этот здоровяк, который качается таким наркотиком, стероидами. Веномом. Ну, не из Марвел Веном, который не симбиот. Веномом качается. И он здоровый. Это придает, это как бы и зависимость. Но это придает ему силу. Он такой весь из себя сильный. Девстроук. Это тоже, по сути, суперсолдат. Который тоже проходил тесты. И он сверхкрут. Ну, и, конечно, он наемный убийца. Как они связаны? Они вообще не имеют ничего общего. Ну, интересно посмотреть. То есть, анонс такой прям неожиданно прикольный. Вот если бы они взяли Джо Манганиелла на роль Девстроука. Хотя, ну, конечно, такого не будет. Вот это было бы круто. Потому что, ну, он классно смотрится в роли Девстроука. Он хорошо подходит. Да, есть еще, явно, ряд актеров, которые подойдут. Но, не знаю, почему бы и нет. Зачем искать кого-то другого? Просто там, сделайте другой грим, по-другому представьте. И все. Что он все равно там появлялся чуть-чуть на камео. Интересный факт. Генди Тартаковский. Это который работал над Самураем Джеком. Ну, который создатель Самурая Джека. И вот сериала еще Праймал. Первобытный. Он мог создать анимационный фильм, анимационный проект для Marvel Studios. Еще, ну, он предлагал его во время зарождения киновцеленной. Вот когда вышел Первый Железный Человек, он обратился со своей идеей, что он может поработать над каким-то анимационным проектом. И Кевин Файги сказал, ну, мы пока на гоне. А это было бы супер круто. Вот для кинотеатров что-нибудь такое сделать было вообще пушечно. Потому что тогда Marvel Studios не делали, как бы, для киновцеленной каких-то сериалов. Сейчас, кстати, на Disney Plus вообще можно было бы это легко замудрить. И вот он предлагал такую свою помощь, такую, ну, как бы, вот такое сотрудничество. Кевин Файги ему мягко отказал и предложил поработать просто над Железным Человеком 2, где он реально работал. Ну, это уже общеизвестный давний факт, что Генди Тартаковский ставил всякие экшн-сцены и вообще работал всячески над Железным Человеком 2. Но я по-прежнему хотел бы увидеть какой-то классный, действительно многобюджетный, не что-то дешевую поделку, как вот иногда на Netflix выпускают, лишь бы что-нибудь отбить. А многобюджетный какой-то проект анимационный, либо это полнометражку, либо многосерийный. Пукина вселенная Marvel, да было бы здорово. А в сотрудничестве с Pixar, ну, это вообще мечта. Но, к сожалению, это как будто невыполнимо. Venom 3. Последний танец. Совсем немного новостей есть по этому проекту. Во-первых, появились постеры, они иногда плохие, иногда, ну, очень даже креативные, но это такие стандартные постеры по Venom. Видимо, Sony такие, так, эти постеры работают, мы постоянно будем делать такое-то. Просто Venom где-то кричит, что-то орет, язык показывает, все. Но это и правда самое продающее лицо Venom, скажем так, где он показывает язык, где он куда-то в какую-то сторону кричит. Но, самое интересное, произошли там различные инсайдерские сливы сюжета, мы их обсуждать не будем, и я сам так только краем глаза так посмотрел. Ну, потому что это Venom 3, не то, чтобы там сюжет как-то, ну, удивить своими сюжетными поворотами. Но, я могу сразу сказать по поводу Нала, который, ну, злодей, король в черном, который появится в этом фильме. Это не спойлер, а чтобы вас обнадежить, его не так будет много в фильме, он не будет участвовать в сюжете. То есть, это именно такой, знаете, задел от Sony на будущее. То есть, они добавят этого персонажа, чтобы просто показать, что он есть в этой вселенной, и потом они будут его где-то дальше развивать в каком-то кроссовере, возможно, даже с Человеком-пауком Тома Холланда или с каким-то другим Человеком-пауком, потому что совсем вот недавно как-то Эндрю Гарфилд активизировался, ну, у него спрашивают периодически, типа, а что там по поводу Человека-паука? И он такой, я вообще сыграть готов всегда, зовите, классный какой-то проект, я готов. Он там на фотках везде опускает паутину. Но недавно почему-то аккаунт Sony внезапно-таки выложили нарезку с его Человеком-пауком, и такие, это единственный неповторимый, типа, Amazing Spider-Man. Зачем они так байтят, непонятно, ну, то есть, вряд ли они что-то хотят анонсировать, намекают. Это чисто байт фанатов. Ну, либо просто они так хотели выложить, подписали. Неважно, что у Sony сейчас есть актуальный Человек-паук Тома Холл, они такие, единственный Человек-паук. Ну, вот так. Короче, по поводу Нала, вы поняли, то есть, не ждите, если бы вдруг вы хотели посмотреть фильм, потому что там он будет бороться с Веновым, такого не будет. И плюс еще авторитетные издания сообщают о том, что Нала сыграл никто иной, как Энди Серкис. Энди Серкис это человек, который играл Цезаря в планете обезьян, который играл Голума во Властелин колес, то есть, захват движений ему знаком, как никогда. А плюс он еще снимал Венома 2. Вот. Ну, Веном 2. Вот, он был режиссером. И самое интересное, что вот он сыграл, но как бы он не подарил лицо этому персонажу, а он просто именно был актером для захвата движений. Не знаю, как так получилось, для меня это странный какой-то опыт привлечения актера, привлечения такого специалиста, потому что, ну, сейчас эта технология развита настолько сильно, что там игры делают постоянно с захватом движений. Ну, это вообще как будто не проблема. Сейчас не один Энди Серкис это умеет делать. Тем более, там просто вам надо найти какого-то актера, навесить на него дачки, он так вот так там посидит, как этот Нал в трейлер. Грозно. И все. А лицо вы там модельку можете какую угодно прилепить, это вообще не проблема. Зачем там Энди Серкис? Я вообще не понимаю. Ну, посмотрим фильм, глянем, что там и как, но в любом случае интересно. Веном 3. Уже совсем скоро в октябре. Ждем. Вот недавно, кстати, на стриме посмотрели первого Венома. Ну, на канале еще будет видос про Венома к выходу третьего. Так что ждите. Забавная такая, даже слегка абсурдная новость. Marvel и DC потеряли права на слово супергерой. Потому что когда-то в конце 70-х они зарегистрировали товарный знак. То есть они пожали друг другу руки, такие, давай, сейчас вот такое мы учудим. Они зарегистрировали товарный знак на это слово. И все, кто, ну, как бы использовал слово супергерои, там, я имею в виду в публичном таком, на поприще, там где-то футболки, наверное, мерчи, комиксы, естественно, и прочее. Типа, кто использовал слово супергерои, они должны были заплатить денежку Marvel и DC. Или, например, Marvel и DC могли кинуть страйк, такие, удаляй при мне. Вот. Но теперь они потеряли, потому что человек, который написал комикс Супермладенцы, он, ну, обратился в суд и сказал, надо аннулировать. Потому что это что-то вообще странная тема. Давайте аннулируем товарный знак. И из-за того, что представители и Marvel, и DC, издательство, они, как бы, вообще, видимо, на это не обратили внимания. Суд такой, ну, давайте аннулируем, и это будет общественным достоянием. То есть теперь просто нет никакой, никакого запрета на это слово, его могут использовать все. Вот. Вот такая забавная история. Теперь вы можете сделать свой комикс и назвать его супергероем. Большой кроссовер DC. И он подразумевает сразу несколько этапов кроссовера. Дело в том, что Джеймс Ганн и Мэтт Ривз работают совместно над анимационным фильмом по DC. И он захватит Дика Грейсона и Джейсона Тодда. И самое интересное, что это будет не просто единый стиль анимации, а это будет намешано, там, и CGI, и 3D, и стоп-моушн анимации, то есть вот эта кукольная по кадрам. То есть они все хотят туда намудрить, сделать из разных стилей. Будет это называться динамический дуэт, ну, или динамик дуо, ну, как-то так, короче, он будет называться. Пока непонятно, какую именно историю расскажут, но, очевидно, эти персонажи будут в супергеройском амплуа бороться против какого-то злодея. Возможно, там, какие-то камео Бэтменов завезут, но это будет вне вселенных. То есть это просто анимационный фильм, который выйдет в кинотеатрах, многобюджетный. Над ним постараются. Но он не будет привязан ни ко вселенной Метриза, ни к вселенной Джеймса Ганна. Вот такая. Сейчас будет работать над сценарием, потом будет производить, ну, то есть это не скоро еще, но, тем не менее, тоже анонс очень любопытный и тоже неожиданный. Но прикольно, то есть это, знаете, вот реально как будто есть какая-то интересная творческая идея, не просто, знаете, мультфильм про Бэтмена. Там понятно, что, как бы, этим движет. Это Бэтмен, известный супергерой, надо сделать про него что-то, и это соберет в кинотеатрах деньги. Здесь как будто что-то, может, даже интересное придумали. Человек-паук-нуар, который вот с Николасом Кейджем, начали съемки внезапно, и уже даже можно посмотреть на самого Нуара, на самого Человека-паука. Выглядит он пока вот так, как Николас Кейдж в пальто. Кстати, звучит как будто в анекдоте. Но это действительно Николас Кейдж, который там немножко поцарапан, немножко подбитый, такой, знаете, измотанный. Напомню, что действие будет происходить в Нью-Йорке в 30-х годах, и как раз во главе у нас будет... Постаревший такой детектив, уже побитый супергеройскими годами, будет расследовать какое-то дело. Конечно, будут появляться суперзлодеи, будут какие-то монстры 3D-шные, как говорил сам Николас Кейдж. Также уже на съемках замечена газета, где упоминается Сильвер Мэйн, то есть он тоже появится в этом сериале. Это будет сериал, который делает Амазон совместно с Сони. Посмотрим, появится ли вообще Николас Кейдж в маске. Ну, понятно, что как бы было бы глупо брать Николаса Кейджа, и все время он бы в маске ходил. Конечно, так не сделают. Хотя, ну, напомню, Николас Кейдж озвучил Нуара в Человеке-пауке через вселенные и Паутина вселенных. Короче, проект потенциально может быть интересным. Может быть, конечно, дешевая поделка будет чисто с Николасом Кейджем, но, возможно, что-то интересное. Надеюсь на второе. Коротенький блог. Актер Логан Ким, который известен по фильмам об охотниках за привидениями. Вот совсем недавних, которые это последние там, ну, с полом радом который. Где он за детишками ухаживает всячески. Вот там он играл. И плюс он еще играл в сериале Дэд Сити по ходячим мертвецам. Вот молодой актер получил роль Амадея Чо в киновселенной Марвел. Об этом сообщает инсайдер Дэниел Эрпи Кей. Далее эта новость, кажется, подтверждается, и мы сейчас об этом еще поговорим. Но такой короткий блог это, по сути, новый Халк в киновселенной Марвел. Амаде Чо. Амаде Чо в комиксах это один из умнейших вообще людей. Он сверхумный. Вообще сам рукастый, умный, такой маленький Тони Старк. Но еще и Халк. Вот. И это умный Халк, второй в киновселенной Марвел. Я тоже не понимаю, зачем это дело. То есть есть Брюс Бэннер, который сейчас умный Халк. Ладно, он был вот именно из-за злости трансформировался. Но он, по сути, сейчас умный Халк. Спокойный, добрый такой, дядька душевный. А здесь теперь еще и Амаде Чо, который, по сути, ну, грубо говоря, будет представлять его молодую версию. Но потому что он тоже умеет там контролировать форму. Он мегамозг. Ну, вот так. Капитан Америка 4. Дивный новый мир. Именно вот про этот фильм я еще хотел поговорить. Упоминал уже. Тоже есть слив. Короче, прошел тестовый показ, очередной для этого фильма. И кто-то с этого тестового показа вышел и написал слив. Вот, в общем-то так, вкратце. Я не буду озвучивать никакие спойлеры. Потому что, ну, понимаю, что есть часть людей, которые, да, нам все равно, давай. А есть часть людей, которые такие, не надо. Мы сами хотим посмотреть, все понять, и не надо нам ничего пересказывать. Вот, поэтому я ничего пересказывать не буду. Я упомяну только те моменты, которые, опять же, могут быть важны для восприятия фильма. То есть, чтобы вы, наоборот, не строили каких-то ложных ожиданий. Потому что иногда рекламная кампания фильма, она может обманывать. И, ну, как будто я, наоборот, даже, ну, вам помогу в этом плане, чтобы вы не такие... Да там будет красный хак вообще, и он будет драться против Кэпа. Хотя вряд ли так кто-то, правда, думает и верит в это. Но вот такого не будет. То есть, люди, которые были на тестовом показе, сказали, что... Ну, там есть битва, но она совсем маленькая, сцена небольшая. Да, Харрисон Форд крутой, но битва маленькая. И это чисто вот именно реклама. Потому что прям какого-то глобального появления Красного Халка нет. Это вот именно, чтобы вести персонажа, да, есть небольшая схватка, но не прям что-то масштабное. Также вот Амадей Чо как раз с этих тестовых показов стало известно, что... Во-первых, в фильме появляется Амадей Чо, и он, вот этот актер, Логан Ким, он его сыграет. Он там появляется вроде как не в образе никакого Халка. Он только вот в качестве инженера, в качестве умного подростка. Или он не знает, сколько ему лет будет. Ну, короче, умного мальца. И только есть тизер, что он когда-то станет Халком. Когда-то до этого доберутся. Также тот же Лидер не особо. Ну, классный злодей. Фильм, в общем-то, захейтили. Сказали, что темп не какущий. Смотреть скучно. И, в общем-то, просто дорогая поделка от Marvel. Вот первые отзывы такие. Конечно, верить этому на слово не стоит, потому что... Ну, это люди. У всех свое мнение субъективное. Кому-то может зайти. Кому-то вообще лучший фильм Marvel. А кому-то не понравится вовсе. Так что стоит дождаться. Но, конечно, по трейлерам и по вообще тому, как этот фильм идет, понятно, что... Там явно не все в порядке, потому что его много-много-много раз переснимали. Много раз переделывали. И очень редко, когда из этого что-то выходит дельное. То есть, обычно это уже такой монстр Франкенштейна, который из разных кусков поналепили. Лишь бы уже что-то выпустить и уже отпустить этот фильм. Вот. Скорее, этот вариант правдивый. Трейлер Супермена может выйти уже в начале декабря. Во-первых, Дэвид Коринсвет, который играет Кларка Кента Супермена, заявил, что он будет присутствовать. И вообще фильм будет. То есть, панель фильма будет на бразильском Комиконе, который проходит в начале декабря. То есть, там с 5 по 8 декабря. И как раз в начале декабря выходят монстры. Команда монстров. Первый вообще проект в киновселенной DC Джеймса Ганна. Это будет анимационный проект. Конечно, сам Супермен там вряд ли заявится в качестве камео. Но, тем не менее, выпустить какой-то первый трейлер, чтобы, ну, как бы, эти проекты связать. И они продвигались вместе. То есть, трейлер Супермена. И вот выход на HBO первого проекта киновселенной. Вполне возможно. И, скорее всего, так и будет. Так что, первый трейлер Супермена выйдет уже в начале декабря. Ну, об этом можно сказать, там, с уверенностью в 90%. А вот у Marvel, это уже другой блок, у Marvel якобы выйдет 2-3 трейлера до конца года, сообщает инсайдер Криптик. Непонятно, что это будут за проекты, но в целом, потому что там скоро выходит, можно догадаться, что скорый проект это тот же Капитан Америка 4, у которого был только один такой хороший трейлер, где показали Красного Халка. Еще один с подробным пересказом сюжета наверняка будет, там, в скором времени, к концу года. Также сорви голова, рожденный заново. Этот трейлер показывали, он уже, как бы, есть слит из Комикона. И вот теперь его можно, этот же трейлер, даже не переделывая, выложить в сеть. А может быть, немножко переделать, что-то вырежет, дополнит и тоже выложит, потому что проект выходит уже весной 2025 года. Ну и, конечно, в этом году еще должен выйти анимационный сериал «Твой дружелюбный сосед, Человек-паук», и о нем, как бы, тоже есть слитый трейлер. Ну, полноценно мультсериал еще, как бы, не тизерили аудитории, поэтому, ну, точно будет. Вышел трейлер фильма «Носферату» Роберта Эггерса. Это ремейк уже культового фильма 1922 года, который называется «Носферату». Это немецкий фильм, это, по сути, вот, знаете, когда у вас нет авторских прав, но вы хотите очень сделать фильм про Дракулу Брэма Стокера, вы берете это произведение и просто переделываете все имена, немножко сюжет, называете по-другому, ну, как бы, «Носферату» называли вампира в том числе. По-моему, кстати, у Брэма Стокера тоже используется «Носферату», и вы, короче, снимаете об этом фильме. Правда, потом наследники Брэма Стокера, они все-таки заявили, сказали, «А вас ничего не смущает?» И они такие, суд, ну, ладно, смущает, удалить все копии. Удалили, но фильм как-то все равно существует. Я до сих пор «Носферату» не посмотрел, но обязательно в октябре это исправлю и посмотрю. По поводу трейлера, там играет дочь Джонни Деппа, Лили Роуз Депп, там играет Билл Скарсгард, который играет самого «Носферату», пока нам его не показывают. Там играет Николас Холт, ну и, короче, другие актеры, Уильям Дефол тоже. И потрясающе выглядит. Просто, во-первых, да, чувствуется, что это по Брэму Стокеру. Очень многие детали, ну, как бы, они видны и осязаемые, и это очень красиво. Возможно, это будет вообще лучшая экранизация в итоге Дракулы, но не Дракулы, вы понимаете. Короче, выглядит красиво, очень жду, выходит, ну, там, в Рождество в этом декабре, короче. Крик 7 выходит в итоге 27 февраля 2026 года, и Нив Кэмпбелл вернется, наконец, в очередной раз к роли Сидни Прескотт. И, наверное, ее история завершится. Наверняка они сделают какой-то перезапуск, я не знаю, что там уже можно обшутить, потому что Крик сам по себе это очень стебная франшиза, но, надеюсь, получится круто. Вот. В целом, все фильмы франшизы Крик мне нравятся, какая-то хуже, какая-то лучше. Конечно, первый Крик, он вообще шедеврален, ну, там, от части к части, иногда есть классные, крутые подходы и идеи. Посмотрим, что выйдет из этого, но вот шестая часть была, на мой взгляд, слабовата. Ну, там еще, вы помните, актрисы уходили, потом вроде как вернулись, короче, непонятно. Будем следить за ситуацией, тем более ждать еще больше года. Да. Дэниор Пикей, авторитетный инсайдер, рассказал, что сейчас Marvel Studios разрабатывает еще один спин-офф Ванда Вижн, о чем я говорил, то есть есть Агата, есть Вижн, это два спин-оффа, сама Ванда Вижн является спин-оффом, и вот к ней еще спин-офф, который расскажет о поиске другого сына Ванды, Томми, который вот, скорость. Мне нечего сказать, я не знаю, что из этого можно сделать, на мой взгляд, ну, вот, ну, куда? Да, я не знаю, что там за идею можно придумать, но если там будет Эван Питерс, ртуть, и он будет вместе с ним бегать и кричать, а что там, Анида, ну, короче, Need for Speed, вот это вот, из Стопганца, вот. Если там такое будет, то ладно, на это я еще готов посмотреть, но там Эван Питерс просто затащит. Наверное, последняя новость, это студия 616 выпустила третий сезон дубляжа Человека-паука 94-го года, ну, напомню, что я один из создателей, там еще по КВМ, Голосящий Кевин, вот мы втроем создали студию 616, которая как бы не совсем студия, мы концентрируемся только на одном проекте, это Человек-паук 94-го года, вот уже третий сезон выходит, и вроде как у нас получится сделать все пять. Ну, это вначале, конечно, это было, казалось невозможным, что получится, но в итоге вот уже больше, чем половина пути пройдена, и вроде как должно получиться. Так что смотрите, радуйтесь на любых ресурсах, где вы найдете, мы как бы, я вас не призываю, но хотя есть группа ВКонтакте, есть сайт у нас, можете там смотреть или скачивать торрентом, как удобно, короче, смотрите, мы еще и апскейл делаем, вот, Человек-паук 94 с теми самыми голосами. На этом все, спасибо, что досмотрели новости до самого конца, я надеюсь, вы неплохо провели время, может быть, немножко интересным было, можно и лайк поставить, наверное, может, дизлайк, вот, если вам не нравится. Пишите в комментариях, что вы думаете, может быть, новость какая-то зацепила, подписывайтесь на канал, там интересные ролики должны выходить, проверьте, может, что-то вам понравится. Всем пока, еще увидимся в новых видосах, не пропадайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok